всем привет сегодня у меня боксинг боксинг не простой не считаю что этот боксинг то есть то что приехала станет переломным моментом в моем моем деле изготовление ножей судя по размеру можно судить вот скажем коробочка стандартная бенчмейтер представляете да весит эта коробка вместе с упаковкой все вместе 75 кило приехала эта коробочка с ярославля забрал ее только что хочу показать как все здесь четко собрано нужно упаковано коробка суперская вот не будем затягивать возьму отвертку и начну откручивать а а а а а а снимаю крышечку и надеюсь там все в целости и сохранности доехал самому жутко интересно что видимо уже кто-то догадался что здесь находится здесь находится гриндер заказал я его у ярославских мастеров это их не новая модель она выпущена недавно называется на комбайн гринда рассчитан под ленту от 1800 до 2000 так как же его теперь вытащить ну наверное будет лучше если я наклоню продолжим сборку очень надеюсь что сейчас ничего не развалится хотелось чтобы что-то пострадало из того что там есть там нет пластиковых всего остального хозяйства так судя по комплектации видим вот это это у нас и стойка для крепления частотника так что здесь что у меня здесь здесь вот здесь здесь даже не знаю что лежит примером догадываюсь просто не ожидал что будет такой коробки надеюсь не планшетник samsung я заказывал мне он не нужен что здесь лежит полный набор контуровочных роликов плюс само распространение для их установки который ставится на гриндер пока просто открываю потом потом уже покажу что и как стоит что и как работает в следующем видео так это масштабе жара у нас невыносимая еще нужно отвертка так 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 Вот, окажется, я был неправ, и за один поставил. Двинтер должен стоять по-другому, и манерный вес, конечно, мощный, серьезный вес. Так, вот такая вот красотень, с виду сразу скажу, очень классно выглядит. Все так добротненько. Скорее всего он сейчас собран для транспортировки. Нужно будет его разобрать. Также в комплекте здесь у меня контуровочное колесо. Потом, видите, да, сейчас гриндер в горизонтальном положении. Этот гриндер поворотный на 90 градусов. Поворачивается он. Сейчас глянем, что тут есть. Не мог разобраться, как закрывается. Это у нас приводной ролик, это у нас натяжной. Также плоская площадка имеется. Все так сделано очень-очень-очень солидно. Очень классно. Ну, все, в принципе, вот моя радость. Потом скажу сразу. Следующее видео будет после того, как я уже поставлю частотник. Со своим другом мы сварим специальный стол для него. Все подключим, настроим. И там потом уже я подробненько расскажу про него, что и как. И, может быть, к тому времени уже подойдут ленты, потому что ленты я заказывал со штатов. Так, ну вот, такая вот радость, такой вот переломный момент в моем деле. Теперь остается только осваивать его, пробовать. Ну и, конечно же, хочу сказать, что вас ждут крайне необычные модели ножей. У меня уже нормальное количество эскизов. Очень надеюсь, что я никого не повторю. Простые ножи делать я, наверное, не буду вообще, в принципе. Может быть, только если под заказ. А так, в планах изготовления таких ножей, которые, ну, максимум будут в 5-10 экземплярах. И с очень редкими гриндами и так далее, и так далее. Все, кто порадуется вместе со мной, будут писать комментарии под этим видео. Всем спасибо сразу заранее. Также хочу сказать, что ребята из Ярославля очень классно сработали. Подробно мы обсудили все детали, то есть перед отправкой и так далее. Гриндер был изготовлен в течение где-то двух месяцев. Потом, что еще хотел сказать? А, ну да, конечно же, внизу под видео будет ссылочка на ихнюю группу ВКонтакте. Я с ними связался именно так. Если у кого-то будут вопросы к ребятам, вот переходите по ссылочке ВКонтакте и ВКонтакте завязывайте общение. Ребята очень хорошо отвлекаются, нормально, очень адекватно общаются. Я остался очень доволен этим приобретением и самим движением с приобретением гриндера. Вот. Всем спасибо. До новых встреч. Пока.